Накануне Азербайджан передал Армении задержанных армянских военных. Вчера вечером они прибыли в Ереван. Любопытно то, что группу сопровождал бывший командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов. Наравне с Рустамом Мурадовым в процессе освобождения военных принял участие Геннадий Анашкин, который в настоящее время командует миротворческими силами России в Карабахе. Помимо этого, не менее любопытен и тот факт, что в армянском аэропорту среди встречающих военных был замечен посол России в Армении Сергей Копыркин. С чем связано участие Мурадова и Копыркина в процессе приема и передачи армянских военных. С этим вопросом сотрудник Минвалас обратился к руководителю аналитического центра Атлас Эльхану Шахинаглу. По его словам, участие Рустама Мурадова в процессе освобождения пяти армянских военных, несмотря на то, что он уже не является командующим российских миротворцев, привлекло и его внимание. Шахинаглу не исключил, что Рустамов с самого начала принимал непосредственное участие в переговорах между Баку и Ереваном, связанных с освобождением плененных террористов. Рустамов вник во все детали данного вопроса. Возможно, что лица, которые впоследствии сменили его на посту командующего, еще не посвящены во все тонкости переговоров. Выходит, что Рустамов принимал участие в переговорном процессе, несмотря на то, что он сдал свои полномочия командующего миротворческих сил, периодически посещая Баку и Ереван. Либо решал все вопросы посредством телефонных переговоров, пояснил эксперт. Судя по тому, что военных в Ереванском аэропорте встречал и посол России в Армении Копыркин, становится ясно, что их освобождение не обошлось без участия Москвы. По словам Шахинаглу, Баку вновь пошел на уступку, продемонстрировав жест доброй воли. К тому же сегодня в Москве ожидается трехсторонняя встреча рабочей группы. Не исключено, что в преддверии этой встречи мы, пойдя на этот шаг, хотим показать, что заинтересованы в мире с Арменией. В проведении демаркации и делимитации границ между нашими странами, открытии Зангизурского коридора. Сейчас официальный Баку ожидает ответных шагов со стороны Еревана. Возможно, в будущем будет освобождена очередная группа диверсантов, чьи руки не обогрены кровью мирных жителей Азербайджана, отметил он. Несмотря на то, что встречи трехсторонней рабочей группы проводились неоднократно, тем не менее Зангизурский коридор все еще не открыт, посетовал эксперт. Один раз Ереван разочаровал нас в вопросе с минными картами. Те карты, которые они нам передали, были достоверны только на 25%. Так что мы ждем ответных шагов, связанных с Зангизурским коридором. Премьер-министр Армении Никол Пашинян все обещает, мол, коридор, который свяжет Нахчеван и весь Азербайджан, будет открыт. Теперь мы ждем реальных шагов со стороны официального Еревана. Тем более, что Азербайджан ранее возвратил всех военнопленных, которые были пленены в разгар боевых действий. Если Армения выполнит все требования официального Баку, демаркация границ, открытие Зангизурского коридора, подписание мирного соглашения, признание территориальной целостности Азербайджана, мы можем рассмотреть вопрос освобождения пленных диверсантов. А в настоящее время мы не наблюдаем конкретных шагов Еревана в этом направлении. В Армении все еще надеются, что Баку будет демонстрировать жесты доброй воли, даже в случае безответных действий со стороны Еревана. Для нас самое главное, чтобы наши условия и требования были выполнены. Для этого можно пойти на определенные шаги, отметил наш собеседник.